С 14 по 29 ноября в городе над Бугом проходят мероприятия в рамках акции МЧС «Не прожигай свою жизнь». В первый день объектом внимания сотрудников этого ведомства стала гимназия номер 4. Учебной тревогой, надо сказать, не на шутку, заволновала ребят. Распространившийся по коридорам здания дым серьезно испугал школьников, которые оказались хоть и вымышлены, но довольно реалистичной ситуацией. Наглядный пример лучше любых норовоучений. Именно поэтому МЧСовцы на практике попытались донести простые правила пожарной безопасности. По всей республике началась республиканская акция «Не прожигай свою жизнь». И в рамках этой акции проведен тренинг в гимназии номер 4 по эвакуации детей из гимназии. В целом, всех детей. В первую очередь это направлено для того, чтобы показать, во-первых, опасность пожара. Потому что было проведено задымление одного из помещений. И дети воочию увидели, какая опасность при отсутствии видимости. Мы сидели на уроке, проходил урок, и наш педагог сказал, что... Прозвенело три звонка. Педагог сказал, что нужно построиться в начале класса. Мы построились. После этого он нас вывел на улицу. Здесь вот мы сейчас собрались, и сейчас будут объяснять, правильно мы сделали или нет. Сотрудники МЧС рассказали ребятам о мерах, которые предпринимаются ими для спасения людей. Продемонстрировали современную спасательную технику. Также огнеборцы провели воспитательную беседу с детьми и показали два обучающих фильма, рассказывающих о пожароопасных ситуациях. Как говорил Суворов, тяжело в учении, легко в бою. Но я уверен, что у вас такого... Я надеюсь, что у вас такого не будет, фактического применения. Но быть готовым к экстремальной ситуации вы должны. И для того, чтобы вы знали, как правильно действовать в случае возникновения пожара, мы вам покажем фильм. Большинство вещей, которые есть в любом доме или квартире, являются горючими материалами. Паркет, мебель, обои, бытовая техника – все это горит. Поэтому пользоваться открытым огнем в жилых комнатах запрещено. Впечатленные просмотром фильмов школьники еще раз убедились. Опасность возникновения пожара встречается практически на каждом шагу. Чтобы уберечь свою жизнь и жизнь своих близких, необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. А в экстренных случаях уметь правильно планировать свои действия. Каждый ребенок, думаю, должен знать, как вести себя в таких чрезвычайных ситуациях. И мы должны быть предупредены и вооружены. Завершающим аккордом встречи стало вручение специальных иллюстрированных брошюр с правилами пожарной безопасности жителям нашего города. Вдохновленные примером спасатели и ребята захотели и другим рассказать о том, что уже знают. Ведь предупрежден – значит вооружен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова